Более 40 тысяч зрителей посетило площадки форума Таврида Арт. В этом году мероприятие сменило место постоянной прописки и переехало из Роздольницкого района в район бухты Капсель под Судаком. Последний день форума – время подведения итогов и построения планов на следующий год. Уже в 2020-м к площадке Таврида Арт власти республики планируют подвести тепло, воду и отремонтировать подъездные пути. Мы организаторы по итогам форума выскажут предложения свои, то, что предстоит сделать в ближайшее время. Я в оргкомитете, но мы сейчас договорились, что фестиваль проходит. И точно так же динамичные планы строительства, возведения инфраструктуры. На республике Крым тоже ряд вопросов. Это подтяжка сети теплоснабжения, водоснабжения, рекультивация свалки, ремонт дорог, которые сюда подходят. Поэтому мы свою задачу выполняем в полном объеме. Таврида Арт дает возможность ее участникам познакомиться с самыми известными творческими личностями России. Среди гостей форума в этом году руководители ведущей телепередачи КВН Александр Масляков. В общении с молодежью и представителями власти различных субъектов страны он попросил российских губернаторов не мешать КВНщикам. Я убежден, знаком ли я с кем-то из руководителей регионов, которые здесь присутствуют или не знаком. Но я убежден, что в каждом регионе есть КВНщики. Вы можете просто об этом не знать, но они есть, существуют. И просьба им помогать. Изюминка фестиваля Таврида Арт – 8 арт-кварталов творческих пространств под открытым небом. Каждый из них ориентирован на различные направления культуры и искусства. Сами же организаторы называют Тавриду Арт как фестиваль фестивалей. Мария Мосур, Служба новостей и ТВ.